Мы теряем полностью все, стаж теряем, и выплаты все. Нас отпускает без содержания никакого. И не знаем на какой основе. Говорит по 114-му панту, а 114-й панту это гласит, что на месяц вперед должны пособия выплатить нам. А нам этого ничего нет. Мы говорили, что с Думы есть приказ, но приказа нам не показывает, ничего этого не показывает. На каком основании нам писать, даже не знаю. Но нас не устраивает один вопрос. То, что нас увольняют, и мы столько лет отработали на одном месте, мы будем начинать с первого дня. То есть мы теряем, у нас сказали, мы социально защищенные, но мы теряем, во-первых, отпуск. Если мы теряем отпуск, значит люди идут в отпуск через полгода. Значит у нас полгода зарплаты нет, во-первых. Ну и с больничными там тоже проблемы будут. И вообще нас не устраивает то, что мы вот с первого дня. Нам бы хотелось, чтобы все перешло автоматически. Мы теряем льготы, которые мы накопили, проработав 10, 20, 30 лет. Ведь на нашем предприятии существовала выплата за стаж работы за 10, 15, 20 лет. У кого-то если в этом году 19, в следующем году уже он должен получить, ничего не получит. И то, что вот опять нужно начинать накопление стажа, мы понимаем, что он сохранится для пенсии, там все, количество это останется. Но льгот уже мы лишаемся. Мне отпуск очень нужен. Я живу в деревне, поэтому мне компенсации за отпуск мне не надо. Мне надо отпуск и не через полтора года, а в апреле, потому что у меня весенние работы. И вообще, хотелось бы зарплату побольше. Директор пообещал снять 20%, а снял ровно 50%. Потому что зарабатываем мы сейчас на 5 лад меньше, чем неквалифицированный слесарь в водоканале. Говорю это с уверенностью, потому что у меня сосед работает тем слесарем. Никто об нас не думает, никто ничего не думает. Собирали как-то подписи, бригадир собрал, не пошел в Думу. Ну а что это такое уже? На таком ответственном месте работать и не получать зарплату 300 лад, это уже смешно доходит, абсурдно. Люди не знают, что их ждет с нового года. Многие проработали на предприятии более 20 лет. До пенсии осталось совсем немного. Они недоумевают, кому и главное, зачем нужна эта реорганизация. Неужели нельзя оставить все по-прежнему? Во вторник, 17 декабря, в Думе прошло внеочередное заседание. Народным избранникам нужно было решить вопрос о реорганизации крупнейшего муниципального предприятия – автобусного парка. Согласно европейским регламам, услуги по оказанию перевозок должны быть выставлены на конкурс. Самоуправление может взять на себя только то, что в силу объективных причин не готова выполнить частная фирма. В данном случае трамвайное предприятие никто не может заменить. Такого вида транспорта участников нет. Автобусные перевозки по городу Дума делегировало этому предприятию, тем самым сохранив рабочие места. Долго дискутировать не стали. Решение было принято единогласно. Все депутаты проголосовали «За». Часть услуг городского общественного транспорта передается акционерному обществу «Далговпилсатексмы». Именно так теперь будет называться трамвайное предприятие. К «Далговпилсатексмы» переходит все имущество, необходимое для осуществления услуг городского общественного транспорта, а также трудовые обязательства по отношению к сотрудникам предприятия. Глава города пояснил, что реорганизации можно было бы избежать год назад. Такое решение можно было бы провести в жизнь и оставить городские перевозки автобусного парка до 31 декабря 2012 года. Как сделала «Вэнспилс», они делегировали эту функцию своему автобусному парку, и сейчас у них он без реорганизации, без разделения это делает. К сожалению, с 1 января 2013 года вступила в силу норма, которая подразумевает, что делегировать можно функцию, которая занимает не меньше, чем 80% объема, и уже наш автобусный парк под эту критерию не попадает. Но почему не сделали своевременно, это я не хочу комментировать. Причины могут быть разные, начиная от того, что, может быть, там были какие-то свои планы по развитию дальнейшему и собственникам предприятия, а в том числе и, конечно, были желания, думаю, что были желания провести конкурс на региональной перевозке, дать его автобусному перевозчику, потом уже делегировать функцию, потому что делегирование функции не дало бы ему права участвовать в конкурсе. Но в конкурсе он поучаствовал, но его не выиграл. Сегодня регион на два года продлил ему существующий договор. Было бы делегирование, все было бы в полном порядке, не надо было бы отделить предприятие. В тот же день прошло собрание в автопарке, на который пришли более ста сотрудников предприятия. Отвечали на все интересующие вопросы вице-мэр Петрис Залба, руководители автобусного парка и трамвайного предприятия, а также сотрудник трудовой инспекции. Уже в начале встречи заместитель председателя самоуправления успокоил работников автопарка, заверив, что никаких сокращений не будет. Их просто переведут из одного предприятия на другое. В соответствии со 118-м пунктом закона о труде, переход на новое место работы будет осуществляться по соглашению. Рабочие места сохранят полностью все люди, которые занимаются и обслуживанием, и работают непосредственно на городском транспорте, на автобусах. Это и водители, и кондуктора, и механики, и также рабочий персонал администрации, который был связан с городскими перевозками. Будут сохранены и все социальные гарантии, доплаты за стаж и право на отпуск. До сего момента сотрудникам, которые должны были находиться в отпуске с 15 декабря по 15 января, подписали приказ на отдых лишь до 30 декабря. На тот момент еще не было решения самоуправления. Теперь, как заверил сотрудников автопарка вице-мэр, работникам будет продлен приказ до 15 января. Руководитель автобусного парка Сергей Михайлов будет членом правления «Далга» в Пелсатексме совместно с Эволдом Мекшем, во всяком случае, на ближайшие полгода. Кроме того, Петерис Далбер рассказал, что Дума постарается решить вопрос об увеличении заработной платы сотрудникам предприятия. Но мог бы быть и другой сценарий. В случае, если бы не было принято решение о реорганизации автобусного парка, с 1 января 2014 года без работы остался бы весь многочисленный коллектив предприятия. Продолжение следует...